Школа новая, проблемы старые. Почти полмиллиона первоклассников в этом году начали обучение в реформированной новой украинской школе. Парты-трансформеры, компьютеры, мультимедийные доски так должно было быть в идеале. Но как обстоят дела на самом деле, проверили наши корреспонденты. Вот так играя первоклассники в большевцах развивают свои сенсорные способности. Из игрушек только разноцветные кубики. Это все, что здесь получили для новой украинской школы. У нас каждого дитина имеет шесть цеглинок. Но чтобы играть, честно, шесть цеглинок недостаточно. Не только могут складывать кубики, какие-то незначные. Хотелось бы лего, действительно, лего-конструктор, который имеет большую количество элементов. В идеале в классе должна быть обустроена целая игровая зона. С мягкой мебелью, игрушками и ковром на полу, говорит учительница. Держава не забезпечила нас всем необходимым, чтобы мы могли правильно и так реализованно впровадить эти нововведения. Потому что, на жаль, не имеем еще на сегодняшний день ни подручника. Как вы видите, не имеем в классе дошки. В этой школе по программе НУШ учатся и второклассники. С материальным обеспечением у них те же проблемы. Диван и телевизор в класс в прошлом году приобрели родители и предприниматели. А вот парты все те же, двухместные старые. Я бы, например, хотела тут парты мобильные, таких бы мали быти, правда? Бои тяжко эти пересуваются. Но спасибо за те, которые мы имеем. Без мобильных парт сегодня и три первых класса Галецкого лицея. Учатся дети по старым учебникам. Новых еще не получили. Вот стойно было трудовое навчание. Не все дети мали контейнерки, в которых должно быть все. Контейнерки завезли половинку, диван принесли из дома. Килимок, диван. Килимок купили, батьки. Наши вчители имеют мою указку. Не имеете книжки. Когда вы учаете, я в свете, будь ласка, выходим на речку, выходим в лес. Мы учимся раховать, мы учимся читать, мы учимся писать по песку. Ничего страшного в этом нет. Но мы живем с надеей, что еще какие-то месяцы мы все получим. Деньги на оснащение новой украинской школы в области есть, уверяют в областном департаменте образования. Получили почти 50 миллионов гривен госсубвенции. Еще столько же из местных бюджетов. Но задержки с поставками и заволокиты во время тендеров. Они связаны безусловно с недобросовестными участниками, которые берут участие в тендерах. В связи с этим, было необходимость отменить тендер на мебель, который был оголошен еще 18 травня. И только в середине серпня был укладен договор на мебель. Аналогичная ситуация с мультимедийным обладанием. По подсчетам чиновников, на сегодняшний день более 70% учебных заведений уже всем обеспечены. Те же школы, где побывали мы, в это число как раз не входят. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, Телеканал Интер, Ивано-Франковская область.